Приветствую вас, Аделаидов, Мадрид. Проблема, которую вы описываете, может быть рассмотрена под несколькими углами, под несколькими взглядами. И, наверное, первое, на что стоит обратить внимание, это то, что для вас мнение родителей очень сильно важно. Я думаю, вы не будете с этим спорить, что мнение родителей для вас очень важно. Соответственно, в этом и заключается главная проблема. Если для вас мнение родителей важно, то, конечно же, они будут, условно говоря, пытаться как-то вас себе подчинить. Потому что они не чувствуют, и они знают, что ваше мнение, их мнение для вас очень важно. Хорошо это или нет, для вас? Я полагаю, что и нет. Потому что вы не чувствуете себя независимой, вы чувствуете себя им обязанной и так далее. Это ощущение, да, что вы вот своей жизнью как бы и не живете. Ощущение такое, что в основном для родителей это все делается. То есть вот такой такой момент, момент. Значит, здесь что? Эмоциональная зависимость от родителей. Неуверенность в себе, возможно, чувство вины перед ними. Вероятно, вероятно, ощущение долга. То есть вот ощущение того, что вы должны неуверенность в себе. Возможно, возможно, я повторюсь, только возможно. Определенный страх. то есть, ну, определенный страх, что, допустим, с вами, к примеру, что-то не так. допустим. То есть, ну, то есть, вот, такое может быть, э, такая может быть, позиция, что со мной, может быть, что-то не так, да. В частности, то есть я сама, э, как бы, ну, сама решать, да, ничего не могу, боюсь. Ну, либо боюсь, либо думаю, что, ну, ну, что, мне еще рано это делать. Знаете, то есть, условно говоря, условно говоря, проблема здесь в том, что вы, как бы, сами согласны с, ну, со своими, со своими родителями. Вот. Вы, как бы, сами согласны с ними, в том, что они говорят. ну, вам. Вот. И это, на самом деле, такая, такая достаточно серьезная проблема, вот, если вы согласны с тем, что говорят вам родители. Ну, потому что, ну, как бы, в первую очередь, это ваша, ну, неуверенность в, в себе, вот, в себе, в себе самой. то есть, здесь речь идет о эмоциональной, о, такой, сепарации, сепарации от родителей. Здесь речь идет о том, что вы, вы через чувство, о, фенекс к ним привязаны. С чувством вины, какими-либо страхами, ну, ну, то есть, совершенно разные варианты, совершенно разные основания для, ну, для привязка. Но они есть, эти варианты. Вот. Эм, следующий момент, на который, э, я хотел бы обратить ваше внимание, это момент о том, что вам мало общения, как я понял, с молодым своим человеком. Вот. вам хочется, ну, условно говоря, больше общения с ним. Вам не хватает. А, я бы сказал, что здесь тоже необходимо поисследовать, и, постараться понять, почему вам мало общения с молодым человеком. это именно мало. Вы говорите, что, мне не хватает общения. Вы говорите. что именно вы понимаете под нехваткой общения. Конкретно. Что вы имеете ввиду? Говорят, что вам не хватает общения. общения. Вот. Потому что общения не хватает, но вам, объективно, объективно. не хватает общения. Ну, по причине. По причине. По причине. По причине. По причине. По причине. это все безусловно неприятное, все безусловно нехорошо для вас. Вот. И все это нуждается в корректировке. корректировке. Потому что выстраивать отношения с мужчиной сейчас на ну, на таких основаниях естественных и свободных а вы скорее всего не ну, не сможете не сможете потому что слишком слишком в нем нуждается. Вот. Так что идея здесь в том, чтобы ваша нуждаемость максимально снизилась. Вот. Конечно при условии если вы этого сами хотите хотите то тогда ничего делать не буду. Ну но вы задаете свой вопрос и соответственно мы пытаемся вам помочь да? Соответственно пытаемся дать вам какую-то обратную связь. Чтобы вы лучше понимали как обстоят дела. Вот. Проблема с родителями более важна конечно чем проблема с молодым человеком потому что там ну как бы с родителями с своими родителями вы ну по большому счету постоянно ну 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 постоянно в отношениях. вот то есть с молодым человеком там вот может быть и нет да молодым человеком вы непостоянно в отношениях а с родителями вы постоянно вот и конечно это влияет на вас это влияет но не может не может не влиять вот поэтому идея здесь вот такая в том чтобы снизить вашу эмоциональную зависимость от родителей но путем обретения уверенности в себе путем исследования того как и за счет чего вы чувствуете привязку свою к ним вот то есть почему почему вы привязаны к своим родителям почему вы привязаны почему ну не можете например говорить им нет да не можете сказать им нет а какое 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 здесь ну препятствие у вас на вашем пути стоит какое препятствие в чем оно заключается вот это важно на это нужно обратить ваше внимание ну а не менее важным моментом является то что вы не задаете свой вопрос то есть вот если мы прочитаем то что вы пишете здравствуйте проблема следующим живу с родителями с разных городов живу в своей квартире пять месяцев встречаемся с молодым человеком гулять раз в три в неделю мало не хватает общения то есть что значит не хватает общения часто остается у меня родители увидели его вещи у меня в квартире категорично против моей совместной жизни словами что реально мне 21 год и вот собственно говоря что дальше то есть какой помощи здесь от психологов вы хотите какой помощи вы обратите внимание да не задаете вопрос 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 вот эм вы не задаете вопрос вы не формулируете вопрос к нам к всход вот вы про стр а ну просто просто рассказываете историю свою и все ну этого мало для того чтобы вам помочь этого мало чтобы вам помочь нужен запрос Что конкретно вы хотите изменить и хотите либо изменить что-то. И соответственно если вы хотите что-то изменить то мы вам в этом поможем. Мы вам безусловно в этом поможем. А пока вы не сформировали свой вопрос можно очень по-разному интерпретировать то что вы говорите. И вы можете к сожалению довольно справедливо сказать например что все что мы вам дали из-за обратной связи. Все это не имеет на вас значения потому что вы вообще изначально спрашивали там про другого допустим. Вот собственно чтобы не было таких моментов, чтобы не было таких историй. Я и предлагаю вам сформулировать свой вопрос да несколько лучше. Чтобы ну чтобы вы может быть как-то вот лучше понимали что вы хотите от нас. Ну от цехового как я имею ввиду. Вот и чтобы мы понимали чем можем вам помочь. То есть что вы себя не чувствуете свободны от родителей. Это факт. Другой вопрос что я с этим делал. Я бы даже так сказал. Вот. На вопрос это можно ли с этим что-то сделать. Я ответил бы да. Можно. С этим можно и нужно что-то делать. Потому что ну совершенно очевидно что вы несчастливы. Такая вот история. Такой момент. А родителям необходимо учиться. Учиться говорить нет. Учиться говорить нет твердо. Потому что если сказать это не твердо то никакого эффекта от этого совершенно не будет. Вот. 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 Если именно вот нет твердо сказать им. Вот. Вот. И смотреть в сторону в сторону того почему вам не хватает вообще с молодым человеком. То есть вот из чего проистекает нехватка общения с молодым человеком. Как это ну как это у вас получается. Что ну что вам не хватает общения с человеком. Может быть вы чем-то нуждаетесь. Может быть он вам нужен. То есть ну вот этот. Вот эти моменты да. Их нужно исследовать. То что делает вас не свободно. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Вот. То что делает вас уязвимым. То что делает вас как-то просто знаете. Ну не устойчивым. Не устойчивым. К тому что делают. Ну другие люди. Вот. И соответственно. Ну мешают. Вам. Выстраивать. Выстраивать. Взаимоотношения с людьми. Достойные. То есть вот. Такие. Такие. Каких вы в принципе заслуживаете. Вот. Глобально. Глобально. Именно глобально. Это выглядит так. Что вы. Являясь. 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 Дочерью. Вы. Являясь. Являясь. Дочерью. Вы. Вы. Эм. Пытаетесь. Выстраивать. Эм. Отношения. Как. Ну. Как. Взрослые. Вот. А. Это. Достаточно. Тяжело. Ну. Потому что. Фонд. 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 Выстраивать. Отношения. Взрослые. Будучи. Ребенком. Вот. А вы. К сожалению. К сожалению. Вот. Ну. Очень. Похоже. На. Ребенка. Когда. Вот. Ну. Когда. Говорите. О том. Например. Что. Вам. Не хватает. Общения. Что. Вам. Мало. Там. И. Так. Далее. Вот. Я вас не обвиняю. Сейчас. Вы. Вы. Не подумайте. Пожалуйста. Вот. У меня нет цели. Вас обвинить. Я просто говорю о. проблематике. На этом. Все. Я надеюсь. Что. Может быть. Был. Вам. полезен. Я желаю. Всего. Доброго. Всего. Самого. Доброго. Надеюсь. Что. Ситуация. Скорректируется.